приветствую всех вы смотрите передачу московская феносреда которая выходит каждую неделю по средам и говорит она о сезонных изменениях которые происходят в природе московского края на текущей неделе и сегодня москву заливает дождем весь день идет дождь и говорят что может вообще выпасть большое количество осадков и этот день может быть вообще рекордным даже в 21 веке по количеству выпавших сегодня осадков впрочем это еще пока лишь прогноз но а в целом принципе на улице тепло и в общем-то эта неделя она обещает быть достаточно теплой вплоть до конца вот и если ну правда жары уже конечно не будет потому что этот вот пришедший с севера циклон и дожди которые и сейчас и вчера идут и скорее всего будут и дальше продолжаться может уже не не такую интенсивность они конечно жару сбили которая была в понедельник когда температура доходила до 27 29 градусов но все-таки несмотря на это поскольку все-таки еще лето к тому же продолжается еще лишь середина уже получается августа но температура достаточно теплая в районе 23 25 градусов вот но в дальнейшем в принципе эти температура будет где-то вот в этих пределах ну где-то 20 25 градусов вплоть до конца этой недели и будут в общем-то постоянно приниматься дожди разной интенсивности где-то коротковременные где-то более затяжные вот но и также они будут по местам выпадать неравномерно то есть в разных районах по-разному но в целом в общем то уже какой-то жары не будет но и какого-то холода тоже большого не будет а что температура сейчас находится в общем то в пределах климатической нормы ну может быть и градуса на 1-2 ее превышает ну а осадков действительно выпало за вчера особенно сегодня достаточно много ну и луна у нас сейчас увеличивается и будет увеличиться дальше вплоть до 22 августа когда наступит полнолуние долгота дня составляет уже чуть более 15 часов солнце восходит уже около пяти утра а заходит чуть позже восьми часов вечера ну и долгота дня за не еле уменьшилась примерно на полчаса ну и теперь сделаю обзор зеленых уголков сегодня двух районов это Алтуфьевского и Войковского ну Алтуфьевский только вчера вот я рассматривал зону отдыха около райцентра Марс вот на карте она показана вот здесь вот вот пруд Марс и здесь раньше был кинотеатр Марс сейчас недавно в прошлом году был построен районный центр и это единственная так сказать общественная территория для отдыха на всем протяжении Алтуфьевского района то есть видите район достаточно большой это северо-восток Москвы но в общем то где погулять здесь уж особенно и негде то есть такая общественная территория только одна как раз вот практически в центре района вот около районного центра да и эта территория она в настоящий момент закрыта для посещения там идет полное обновление этой территории новая укладка дорожек, газонов, в принципе детские спортивные площадки то есть все как вот будет несколько все обновленное то есть территория будет такая же в смысле по размерам а вот соответственно уже по виду она соответственно изменится и поэтому я уже все это показывал, рассказывал более подробно позавчера поэтому можете посмотреть там все это видно больше тут в принципе общественной территории нету ну вот здесь показана вот эта вот как бы такая вот тоже озелененная территория около железной дороги станции Бескудниково со стороны путевого проезда который здесь проходит но на самом деле это совершенно не прогулочная территория это просто такая небольшая защитная лесополоса отделяющая железную дорогу от жилых микрорайонов Алтуфьевского района поэтому погулять здесь в общем-то ну по крайней мере культурно не получится ну если просто есть желание где-то в таком небольшом лесочке прогуляться то пожалуйста можно конечно и здесь но еще раз повторюсь что это конечно никак нельзя назвать территорией для отдыха никак нельзя назвать таким зеленым уголком ну так просто скажем так территорию отчуждения при железной дороге но в то же время нельзя сказать что все уж совсем прям плохо в принципе в целом в общем-то район неплохо озеленен просто это озеленение оно относится именно к дворовым территориям то есть жилым домам в основном район застроен пятиэтажками вот с этой стороны но здесь уже в основном там 9-12 этажные дома на этой части но дело в том что здесь хорошо озеленены дворы дворы вот этих пятиэтажек они буквально утопают в зелени там очень хорошо есть много детских спортивных площадок много скамеек и в принципе там тоже можно провести время погулять и так далее но все-таки это именно такие дворовые местные территории они в принципе открыты никаким заборами они не огорожены пожалуйста можно заходить любым желающим но опять же еще раз повторюсь что это все-таки не такие общественные районные территории для отдыха которые мы рассматриваем в этой передаче а именно такие вот уже совсем местечковые вот именно дворовые, придворовые территории что касается района Войковский, Войковского района то здесь ситуация несколько получше хотя конечно нельзя сказать что прям все здорово и прекрасно здесь есть несколько территорий для отдыха несколько скверов и один парк вот даже есть в отличие от Алтуфьевского допустим района район находится на севере Москвы и вытянулся вдоль Ленинградского шоссе но все дело в том что во всех этих зеленых уголках мы уже были практически во всех еще в прошлом году 2020 а на одной территории здесь вот на Кинкесском захранилище в березовом таком скверике небольшом даже парке побывали вот уже в этом году не так давно в принципе еще по-моему в конце весны или начале лета этого 2021 года поэтому по сути я уже все территории показал а последнее место которое условно можно назвать зеленым уголком но по сути просто набережная Невский называется при жилом комплексе Невский я показал как раз сегодня это вот последняя территория которую я хотел бы показать вот последняя в рамках вот этой передачи зеленые уголки Москвы все остальное мы смотрели уже в прошлом году преимущественно ну или вот березовый парк смотрели на в этом году конечно же центральной территорией для отдыха является несомненно парк имени Воровского который еще функционирует с 1898 года то есть ему уже более сотни лет даже получается больше 120 лет и возник он как парк при лечебнице для алкоголиков Коровина который вот собственно там как раз в парке находился еще при селе Всехсвятское который тоже занимал довольно большую территорию и в том числе дотягивался до нынешнего метро Войковска в основном центр находился около метро Сокол туда внизу ну а вот сама территория доходила даже вот сюда ну а впоследствии уже в советское время тут сформировался из такого как бы сада при этой лечебнице для лечения алкоголиков сформировался уже такой парк который был назван в честь большевика Воровского но также назывался еще и Варшавский парк потому что в нем был кинотеатр Варшава тоже довольно сильно гремевший в советское время ну а также и еще имеет и другие названия Войковский парк иногда называют Балтийский парк ну в общем названий у этого парка довольно много однако официально все-таки называется парк имени Воровского парк кстати не очень большой имеет довольно высокую ограду стильную такую еще старую сохранившуюся вот но в целом он такой достаточно уютный парк действительно настоящий парк со множеством взрослых деревьев в котором хорошо погулять там есть и детские площадки спортивные то есть достаточно приятный парк для прогулок могу рекомендовать и в общем-то обязательно стоит здесь побывать все остальные это конечно центр центральная территория для отдыха здесь в этом районе все остальные территории это скверы ну еще называют здесь березовый парк на берегу Химпийского водохранилища около жилого комплекса Лебедь который находится такой современный жилой комплекс был построен в советское время ну я все это тоже показывал рассказывал в принципе но конечно парком его назвать трудно просто территория для отдыха такая небольшая зеленая территория на берегу Химпийского водохранилища между Ленинградским шоссе и собственно Химпийским водохранилищем за жилым комплексом или при жилом комплексе Лебедь ну она туда дальше тянется немножко подальше и фактически переходит за Никольским тупиком уже непосредственно в природный исторический парк Покровская Стрешнево где находилась знаменитая усадьба Глебовых Стрешневых и соответственно Покровская церковь до сих пор там находится так что здесь тоже конечно довольно вторая по значимости территории я бы назвал вот это ну а остальные скверики они уже совсем небольшие но тоже отмечу есть сквер Волково на улице космонавта Волково и дальше прилегающая с памятником да ну скорее с бюстом этому Волкову космонавту и дальше там еще скверик прям вдоль улицы протянулся части улицы не всей а части я тоже показывал мы там гуляли также есть вот этот сквер довольно тоже большой Старопетровский сквер который разделяет промзону Коптево и жилые районы жилые микрорайоны Волковского района тоже небольшой но такой довольно уютный сквер ну и еще отмечу ну Невский понятно сегодня как раз я о нем рассказывал такой можно сказать Невская набережная так вот да как бы такой отголосок немножко города на Неве Санкт-Петербурга в Москве вот жилой комплекс Невский ну конечно так это реплика такая очень конечно посредственная но все-таки все-таки хоть что-то такое вот напоминающее да какие-то такие вот речные дела вот речные берега пусть даже в виде Лихоборского канала ну что еще отметить ну и наверное Выборгская здесь вот показана Выборгская улица да здесь вот есть сквер а он тут скажем так можно сказать что есть сквер но дело в том что он не прогулочный то есть по нему нельзя гулять по нему не проложена дорожка и поэтому там в принципе просто газоны и деревья растут вот на этом участке между Ленинградским шоссе и улицей Адмирала Макарова вот дальше Выборгская улица то есть на этом участке это улица такого бульварного типа и между двумя проезжими частями находится как раз между архивом литературы вот здесь как раз и находится вот в принципе зеленая растительность но опять же раз повторю это не прогулочная территория поэтому здесь погулять не удастся ну вот в принципе наверное все что вот можно здесь отметить то есть такие вот основные уголки то есть еще раз повторюсь что значит это конечно же парк Воровского это такой озеленая территория на берегу Химского водохранилища это сквер Волково и собственно говоря вот здесь от Ленинградского шоссе и дальше по улице космонавта Волково и Старопетровский сквер вот такие главные такие вот парки три каких вот сквера ну или так сказать находятся в этом районе ну а часть еще как типа бонуса да небольшого это вот такая набережная вдоль части Лихоборского водительного канала которая находится около Выборгской улицы между Головинским шоссе и Выборгской улицей вот ну такие вот основные территории для отдыха в Войковском районе ну конечно не густо но кстати тоже отмечу что так же как и Алтуфьевский район в принципе этот район довольно старый это бывшая часть Ленинградского района когда-то еще в советское время и район вообще в целом хорошо озеленен то есть вот в жилых домах тоже довольно озелененные такие территории дворы вот есть даже и небольшие пространства между домами там вот тоже между кварталами тоже довольно неплохо озелененные ну может быть за исключением вот территории промзоны бывшей промзоны Братцево которая часть находила здесь вот оптовая база бывшая на улице Адмирала Макарова ну и так далее территории конечно плохо озелененные но это и понятно потому что все-таки это промзона Братцево и переходящая в Коптево да две промзоны соседствующие ну а так в целом в принципе район хорошо озеленен поэтому даже если в принципе будете здесь можно даже не обязательно идти в какие-то скверы либо парк но можно и ограничиться и территориями жилых домов посидеть там отдохнуть так сказать это неплохо но это просто уже такие совсем уж мелкие территории но главное конечно парк им Неворовску который я бы рекомендовал посетить всем ну и далее как обычно закончим народным календарем на эту неделю и началась неделя из дня Пантерима на 9 августа когда начинают завиваться уже капустные вилки капуста поспевает ну и было принято доставать из кладовых еще оставшись с прошлого года капусту и пекли пирожки вот из этой капусты к чему-то прошлогодней ну потому что еще пока это не поспело хотя уже капуста в общем-то во многих местах поспела но в этом году вообще все достаточно происходит в ускоренном темпе из-за жары большой ну и в общем выпечкой все это пробовали во вторник вчера был 10 августа день Прохора и Пармена когда выкапали луковицы тюльпанов и снимали уже созревшие груши деревья груша поспевает также в общем-то картошку Васю выкапывают уже потихонечку она начинает увядать а сегодня 11 августа день мучника Калиника еще праздник Калины называют действительно Калина поспевает из нее раньше сейчас она как-то не в почете раньше из нее делали кисери, компоты толкли ее с медом мармелад делали ну и так далее ну еще так же потихонечку начинаются уже утренние заморозки небольшие вот и которые губительно действуют на урожай конечно же за 12 августа но в это время особо вниманию уделяли ржи раньше ну сейчас конечно ее как правило не выращивают в индивидуальных хозяйствах ну и говорили крестьяне что на силу Силуана рожь бывает пьяна то есть она полна зерном и клонится к земле и короче ее уже вовсе убирают ну и так же одновременно сеют озимую рожь 13 августа день Евдокима заговорни перед Успенским постом вот ну в принципе ели новый хлеб свежие овощи в принципе плоды ягоды вот особенно репу тоже любили ну а 14 августа собственно начинается Успенский пост этот день называется еще медовым спасом вот когда подрезают подрезают соты в это время ну а если не вскроют соты не извлекут из них мед то и говорят так что его вытаскивают потом соседские пчелы ну в общем скажем так надо тоже поспевать сейчас у медоводов конечно горячая пора сбора нового урожая меда вот но в общем-то его раньше несли обязательно в церковь и освещали свежий мед и только после этого уже употребляли в пищу ну и так же вместе с медом несли так же семена овощи которые освещали как первые плоды от летних работ ну а плоды несли как обычно уже во второй спас это сейчас первый спас 14 августа будет а второй спас яблочный бывает 19 августа у нас закончится неделя 15 августа воскресенье день сеновал бывает в это время заканчивается на костной работе и последний их этап это покос травы которая уже отросла на скошенных лугах вот последний покос бывает до новых встреч до новых встреч